Субтитры делал DimaTorzok 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 В детском саду сдаете домашнее задание Так Мама, бабушка Да это тоже была проблемой Да, вот пишут, что Видео с песенками не всегда помогает Тут нужно находить индивидуальные подходы Хорошо Давайте начнем уже говорить по теме Если какие-то будут еще интересные идеи, вы их пожалуйста пишите в чат Я с удовольствием прочитаю Потому что охватить все не всегда представляется возможным, поскольку методической литературы на тему работы в больших группах не так много, ее скорее даже нет. И поэтому тут у кого что опыт подсказывает, кто что наработал, что наработали мы, и я в том числе, тем я сегодня с вами поделюсь. Итак, как мы с вами говорили, трудности организации работы в больших группах это проблемы с дисциплиной, неприспособность к классному помещению тоже бывает, и нехватка методических пособий и разработок. Также сюда мы с вами взяли разноуровневые группы, инклюзивных детей. Все это вызывает большие-большие проблемы и трудности удержания внимания. Трудности связаны с деятельностью дошкольников. Это БОС дошкольного образования говорит о построении индивидуальных траекторий обучения в условиях большой группы, это сложно создать. Неготовность учащихся к работе в большой группе на занятиях, когда они не готовы к тому, что с ними занимаются не индивидуально, а в группе. Непонимание учащихся своей роли в процессе группового общения, боязнь учащихся говорить, взаимодействовать в присутствии других, нежелание некоторых учащихся работать в группе. Вот это тоже очень большая проблема, поскольку многие учащицы не готовы к тому, чтобы, особенно дошкольники, к тому, чтобы говорить на большую публику. Поэтому им работать в группе достаточно сложно. Также есть проблема взаимодействия, поскольку чаще у нас уже даже дошкольники взаимодействуют с различными гаджетами, поэтому взаимодействие со своими сердцами вызывает у них проблемы. Возможно, для недисциплинированных учащихся избегать выполнения задания в группе. Такая проблема тоже присутствует. Она глобальная, ведь они очень легко затихают, стараются ничего не делать и остаться незамечены. Но, тем не менее, есть ряд приемов, которые помогают опросить каждого. Разный темп работы, когда у нас, особенно разновозрастная группа, когда один постарший стоит быстрее, другие помладший человек медленнее. Все это присутствует, но с этим можно бороться, это можно решать. Давайте посмотрим в дальнейшем в примерах, как это все происходит. Советы опытных педагогов. Вот, Светлана пишет, 10-12 человек трудно держать внимание, отвлекая других, проговаривая задания вслух. Да, и такие проблемы тоже есть. Звук очень тихий, сейчас чуть-чуть поднимем. Коллеги, вот так вот звук намного лучше. Вот микрофон далеко стоял. Не лучше, да? А вот у кого-то лучше. Хорошо, так такое вот на новой площадке бывает. Я надеюсь, теперь проблем со звуком не будет. Вот. Пишите, если будут какие-то проблемы, если их можно решить, то, как видите, мы сразу же решаем. Итак, детям все равно тихо. А попробуйте у себя громкость немножко пошевелить. Я думаю, что будет лучше. Сейчас коллеги... А, на всю катушку завключили. Хорошо. Коллеги, сейчас я думаю, что техник нам постарается все поправить. А, у меня стало тише. Хорошо. Да, ну... Переживем микрофон в кадре. Я думаю, что сейчас все будет уже хорошо. Я постараюсь говорить громче. А... Да, вот сейчас нам поправят звук, и все станет хорошо. Так, секунду. Коллеги, а сейчас слышно? Вот. Видите? Ну, к сожалению, на этой площадке бывает такое. Мы даже чуть-чуть сделали потише, а вам стало слышнее. Если что, пишите о таких проблемах сразу же, и все станет сразу хорошо. Видите, сразу и настроение у всех хорошее. Итак, давайте продолжим. Итак, детям требуется некоторое время для того, чтобы научиться работать вместе. Если это группы сменного состава, не торопите их. Что такое группы сменного состава? Это когда вы сами формируете малые группы в большой группе. Да, и не стоит их с этим торопить. То есть, потихонечку мы их учим работать вместе. Вот, всем стало сразу очень хорошо. Отлично. А, дайте детям возможность свободно общаться в ходе работы. Это тоже очень важно. То есть, если они работают малыми группами, то, конечно, будет такой рабочий здоровый шум, когда они будут сами обсуждать какие-то вопросы. Особенно в старшую группу. Обращайте внимание только на те ошибки, которые мешают процессу общения и достижению поставленных целей и задач. В этом тоже есть проблема. Когда мы говорим, что, ну, бывает такое, вот хочется сказать, что вот здесь было плохо, а надо сказать, вот здесь был не самый лучший ответ, но можно еще лучше. То есть, тут нужно, конечно же, подбадривать. Особенно в детском саду, где мы не ставим плохих оценок, стараемся побольше хвалить. И в большой группе надо еще больше хвалить. Постройте задание так, чтобы была возможность индивидуально работать с каждым ребенком. И такие примеры я вам сегодня покажу. Например, возможность общения между учащимися. Когда мы видим с вами задание, как представлено на данном примере второй части «12 шагов к английскому языку», четвертое упражнение, где нужно выполнить задание и сказать. Нет ничего страшного, если наши ребята немножко подскажут, как выполнить это задание, если какой-то учащийся слабо его выполняет. В этом нет никакой проблемы, и все будет хорошо. А также, вот, как возможность общения между учащимися. Занятие 7 из третьей части «12 шагов к английскому языку». Что первое, что второе задание. Мы спрашиваем какого-то одноучника, если другие подсказывают, в этом тоже нет никакой проблемы на дошкольном уровне. В первом задании нужно посмотреть и послушать, и повторить. Во втором послушать и рассказать. Если кто-то что-то подсказывает, опять-таки, нет ничего страшного. И давайте я вам покажу, как работает по этому книге одна из преподавательниц апробаторов, которая любезно прислала нам видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok «Дог», «Дог». «Show me a dog». У меня нету «Shall me a dog». «Good of you, Алена». «Good of you, Аня». Алина, «a dog». «Show me a dog». «Good of you». «Show me a fox». Show me a fox. Алиша? Good of you, Аня. Good of you. Рада, good of you. Now, show me a book. Show me a book. Good of you. Book. Дима, show me a book. Рада, show me a book. Good of you. Now, show me a cat. Show me a cat. What is a cat? A cat. A cat. Show me a cat. Good of you. Show me a mouse. Show me a mouse. Mishka. Good of you. Show me a parrot. 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 Aisha. Show me. What of you? You are great. Ну, как мы видим, здесь хоть и была работа и с небольшой группой, но тем не менее так можно работать и с большой группой, проверить все необходимые слова. Это можно делать как за парками, это можно делать так и на ковре. Пособия они могут как хранить в группе, так и носить с собой. Они сделаны так, что по весу подходят. Действительно, есть мальчик, который посчитал ворон и позанимался своими делами, но тем не менее в итоге он тоже включился в работу и в итоге очень хорошо стал заниматься. Да, видно, что первый мальчик с первой парками, все животные считались на запоминание. Зато он действительно нашел быстро мышку, включился, осмотрелся и в этом ничего нет страшного. Да, это один из учителей апробаторов, эти видео выложены у нас на форуме, вы можете спросить у коллеги, но на наш взгляд очень хорошо все получается. Да, по поводу хвальбы, на самом деле для детей самое главное здесь интонация и то, с каким тоном это сказано, поэтому они это чувствуют и это самое главное. Да, можно давать и звездочки, видите, уже пошли хорошие советы. Хорошо. Хорошо, вот как мы видим, есть возможность для общения между учащимися, они могут подсказать. Если вы зайдете на форум, есть видео, где они подсказывают в ответе друг другу, в этом нет ничего страшного. Да, а если он не запомнен, то к нему нужно помочь и создать мотивацию в дальнейших заданиях. Благо лексика повторяется от урок к уроку, поэтому возможность дополнительного запоминания, она есть. Давайте посмотрим на следующий пример. Есть еще у нас серия книг «Развивашка», с которой, может быть, кто-то и знаком. Так, сколько днится занятий с ребятами 4-6 лет? 20-25 минут, если 6 лет. А младше 3-4 года, 15-20. Об этом все хорошо написано в Санпино. Но вопрос хороший, поэтому, конечно же, ответим. Итак, возможности индивидуальной работы в больших группах. Например, в серии книг «Развивашка», в данном случае пример будет из книги «Животные». Можно увидеть, что мы должны познакомиться со словом. И со словом, в данном случае слово будет «Покс», по-русски «Лиса». И затем выполнить два задания. Одно задание на развитие, второе задание на творчество. Так, опять звук. Сейчас уже немножко научился. Сейчас попробую пошевелить, поправить. Так, я думаю, что сейчас стало... Вот теперь стало намного лучше, да? Вот. Видите, меня научили, теперь могу поправлять все сам. Смотрите. И, соответственно, чтобы нам проверить то, как они запомнили это слово все, пока, допустим, вы все вместе изучили слово, конечно же, представили его, рассказали, что давайте посмотрим на картинку. Кто на ней? На ним вам ответит, конечно же, «Лиса». А давайте посмотрим на слово, как коротко оно по-английски пишется. Вы его произнесете «Фокс». А давайте обведем пальцем, обвели все пальчиком эти буковки. Затем все вместе выполняем задания на развитие. И вот когда они выполняют творческое задание, как самый простой вариант, вы подходите к ним и спрашиваете, а кого ты разрисовываешь? Они вам скажут «Лису», а по-английски? Им ответят «Фокс». Если не ответили, а повтори за мной. Как будет по-английски? «Фокс». И он вместе с вами повторяет. Как видите, есть возможность опросить всех ребят и провести занятия в соответствии с ГОС. Этот разворот аккурат займет времени 15-20 минут у ребят. Если что, можно предложить еще дополнительные задания. Я вам их тоже сегодня покажу. Возможность индивидуальной работы в больших группах. Смотрите, есть еще у нас серия книг «Стихи и загадки», в данном случае о птицах. Где мы тоже можем поработать в большой группе и спросить каждого учащегося. Сначала мы читаем стихотворение, которое будет раскрывать слово «plane» в самолет. Вид у Пети очень важный. Самолет в руках бумажный. Заявляет мальчик смело. Сам игрушку эту сделал. Научу теперь друзей самолетик делать «plane». Познакомились с новым словом. Узнали, что самолет по-английски будет «plane». Затем можно или перейти сразу к заданию, где нужно собрать самолетик, или сначала прочитать загадку, а потом перейти к заданию, где нужно собрать самолетик. И вот когда вы спрашиваете это задание, когда они выполняют, собирают свой самолет, вы каждому можете подойти и спросить, а кого же ты собираешь? И каждый вам ответит. И по-русски самолет, и по-английски «plane». А в конце можно задать уже загадку. Лист бумаги мы сгибаем, игрушку получаем, покорит она высоты, мы отличные пилоты. Ну, посмотрим, чей быстрее. Раз, два, три, в полете «plane». Да, и, соответственно, проверили еще раз у всех. Так можно работать с каждым. Соответственно, собственно говоря, есть возможность опросить каждого, несмотря на то, что у нас там 20-25 детей, и занятие имеет четкие рамки по времени. 20-25 минут. Вот Борис Иванович пишет. «При работе в большой группе нет времени на раздачу звездочек, поэтому поощрение словом, как менее время затратно, наиболее эффективно». Правильно выбран метод индивидуальной похвалы. Что же до фраз «поощрение» это личное дело каждого, только не должно входить из языковых норм. Да, вот абсолютно верно. На самом деле, в большой группе подчас и в принципе подчас ребятам намного приятнее, когда вы скажете ему какие-то теплые слова, что вы молодец, что все замечательно. Проверено на семинарах на взрослых, даже если не знают английского языка, говоришь «you are great» и все, и все замечательно. Все счастливы, все довольны. Большая группа это больше 15-16 человек, а больше 20 точно большая группа. То есть вот тут градация немножко размыта. Давайте посмотрим на еще советы у опытных педагогов. Например, для тех учащихся, которые заканчивают раньше, следует предусмотреть дополнительные задания, чтобы они не отвлекали учащихся других групп. Больше 7-8? Нет, больше 15. Вот. Опять плохо со звуком? Если плохо, напишите. Оцените работу учащихся или прокомментируйте. При этом дайте акцент на наиболее удачные моменты. Да, вот, со звуком все хорошо. Если что-то сделали не так, скажите, что было в первую очередь хорошо, а над чем еще стоит поработать? Это тоже очень важный момент. Учащицы должны быть настроены на то, что ошибка – это, естественно, составная часть процесса обучения. Желательно добиваться того, чтобы ошибки исправлялись с самими учащимися. То есть, если есть какие-то проблемы, то хорошо, когда они сами подсказывают друг другу правильный ответ. Тогда работают они. Как дополнительные задания можно использовать, например, в развивашке животные, в прописи, где нужно обвести и написать слова до конца строки. Если группа уже старше, знакома с письмом, то они пишут слова полностью сами. Если группа младше, они могут обвести буквы пальцем, как они уже немножко познакомились. Если группа еще вообще совсем не знакома с словами, они могут тихонечко про себя повторить это слово. Причем от чуть более громкого до более тихого, допустим. Никому не помешает, если он будет повторять. То есть, тише, тише, от более громкого к более тихому. Соответственно, вы успеете всех остальных до проверить, и они успеют выполнить задание, и тот ребенок, который уже выполнил задание, тоже будет в пределе. Либо можно дать какое-то дополнительное задание творческое или развивающее, что-то раскрасить, или что-то выполнить. Также, как дополнительное задание, особенно если абсолютно не знакомо еще с письмом, ни пальцем, ни, скажем так, ни ручкой еще не умеет писать, можно вставить в буквах буквы пропущенные слова. Причем, даже если он не знаком с буквами, если он их еще не совсем воспринимает, он может их, как соответствие, найти. Пролистав страницы книги, он может их, как образ слова, вспомнить и вставить. И, соответственно, будет хорошее дополнительное задание, пока остальные выполняют ту работу, которой они не успели так быстро справиться. Про обучение в сотрудничестве давайте немного поговорим. То есть, разрабатывалось это Джонсон для школы, но, тем не менее, какие-то основные идеи хорошо работают и в школьном учреждении. Итак, главная идея обучения в сотрудничестве учиться вместе, а не просто что-то выполнять вместе. Давайте посмотрим на еще один видеоролик, который прислал нам аппробатор про то, как могут работать ребята в сотрудничестве. в сотрудничестве. Продолжение следует... I am Alena 5, I am Alena 5, I am Alena 5, I am 5, I am 5, Andrey, Andrey, Hello, I am Andrey 5, good of you, молодец, good of you, Dima, Hello, I am, Dima, I am, Dima, I am 5, Dima, I am, 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 Dima, I Продолжение следует... 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 У кого-то подзависло, к сожалению, кто-то увидел... Значит, как мы видим, здесь нужно было сначала просмотреть слово и изображение его, затем услышать на слух это слово и выбрать необходимую картинку. Так, и давайте сразу же тогда посмотрим еще один пример такого мобильного приложения и работы с ним. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, то есть можно поступить так, как сказал Леон Гиннгер, зайти на Google Play или App Store и найти по фамилии автора Нилюрд. Эти мобильные приложения можно приобрести замечательную книгу «12 шагов к английскому языку» и по QR-коду скачать. Эти ИКТ, собственно говоря, созданы к 12 шагам к английскому языку, как вы видели в самом начале. Еще можно найти мобильные приложения на EnglishTeachers.ru в разделе Mobile Apps. Там тоже очень интересные мобильные приложения. Давайте посмотрим, что у нас идет дальше в примерах. То есть, как мы видим, они простые, они имеют окончание. То есть, очень многие мобильные игры сейчас построены так, чтобы увлекать очень глубоко пользователя. Данные игры построены так, чтобы они занимали нас не больше 5-7 минут. Очень мягкие тона, чтобы, собственно говоря, не приводить к понижению зрения. И, соответственно, удовлетворяют интерес к мобильным технологиям ИКТ, в принципе. Вот так будет выглядеть у вас на EnglishTeachers.ru страница с мобильными предложениями по темам игрушки, сезона, числа, цвета, птицы, основные глаголы и животные. И, соответственно, вы их можете совершенно спокойно скачать и пользоваться. Можете их скачать по QR-коду. Они у нас идут в подарок к книгам Алексея Васильевича Конобеева «Первые английские слова» и к 12 шагам к английскому языку по урочным каждой. Для тех, у кого не загрузился ролик, покажу еще раз, как это все выглядит. Соответственно, сначала мы смотрим на образы слова. Далее ставим картинки. Сейчас даже подведу курсором. На которых мы будем видеть название того, что изображено и само изображение. Затем нужно послушать слово и выбрать необходимую картинку. И, подводя итоги обучения в сотрудничестве, затем мы подведем итоги вообще всей нашей встречи. Они позволяют лучше осмыслить изучаемую проблему, применить творческий подход как и вам, так и вашим ребятам. Оказывают положительное влияние на характер межличностного общения, что сейчас очень важно. Мы должны научиться детей общаться между собой в компании сверстников. Повышается самооценка, поскольку все лучше и лучше у нас получается. Мы учимся брать на себя функции лидера в малой группе. Уровень коммуникабельности. Нам проще заговорить друг с другом. Я не буду от лица ребят. Умение противостоять стрессам, ситуациям, когда нужно что-то объяснить. Или точка зрения того или иного ребенка не совпадает с большей частью малой группы. И, соответственно, подводя итоги уже всей нашей встречи, вот интересные можно найти приемы, которые описаны в статьях и книгах, привезенных у меня в использованной литературе. Я их адаптировал к истории дошкольного обучения. Да, будет у нас сертификат чуть попозже. Что можно сказать? Я думаю, что мы с вами познакомились с пособиями и приемами, которые можно использовать для того, чтобы успеть опросить всех, чтобы сконцентрировать внимание учащихся. Какими-то приемами мы поделились с коллегами, мы их тоже озвучили. Я думаю, что очень многие из них очень хорошо помогут и будут работать. Соответственно, подводя итоги, я думаю, что теперь будет намного проще. Я надеюсь, что будет намного проще работать в больших группах. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Так, Царенко Дарья пишет. А что вы скажете про занятия с детьми 4-6 лет по 45 минут? Насколько это ужасно? Ужасно или нет, судите, сложно. Я сужу просто. Сампин говорит, что это неправильно. И детям тяжело. Да, есть сампины, которые отвечают за это. Очень легко можно найти. Наберите в интернете время занятий с дошкольниками. по сампину, и вам сразу же будет данный ответ. Так. Да, родители не понимают, что часто очень много. Но, опять-таки, стоит склонять их к сампинам. Вот правильно Борис Иванович пишет. Занятия с детьми до 8 лет по рециденту 45 минут невозможно потребление сампина. Заметьте, в первом классе первые полгода занятия идут по сокращенной схеме. Да. Хорошо. Раз в основном вопросов больше нет, я уже буду выкладывать код для сертификата. Ссылка. Посмотрите, пожалуйста, кто не знаком, как его получить на слайд, как получить сертификат. Вот. Спасибо вам огромное. Если сейчас еще будет вопрос, я на него отвечу. Презентация будет доступна с видеозаписью завтра по ссылке у Алены Евгеньевны Козевичевой. Да. Спасибо. Раз вопросов больше нет, я думаю, что был вам полезен. Еще раз спасибо вам огромное. И до новых встреч. Также скажу, что, совсем забыл, те, кто у нас будут в Москве с 25 и до конца, господи, со среды до воскресенья на этой неделе, могут нас найти на выставке Non-Fiction, мы будем там представлены. Буду рад пообщаться. В какие-то дни буду я, в какие-то дни будет Алена Евгеньевна Козевичева, в какие-то дни будет Алексей Васильевич Канабеев. Будем рады вас видеть. Спасибо большое, всего доброго. А, выставка будет в Москве, в ЦДХ. Наберите Non-Fiction и вся полная информация будет. Либо зайдите к нам в социальные группы, там тоже полностью информация об этом представлена. Вот. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok